Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Мы собираем всех вместе с нами. Кослисское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от моря до моря людям счастье дарят. Дружбы алые зори над слептами горят. Дружбы алые зори над слептами горят. Радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ. Ставрополье. У микрофона Оксана Сочилова. Здравствуйте. Ставропольцы еще раз подтвердили делами свое единение с нашими бойцами на передовой. Так работники Краевой налоговой службы присоединились ко Всероссийской благотворительной акции и издали кровь для участников специальной военной операции. Главное, по их словам, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались. Чувствовали заботу и внимание соотечественников. В Новоселецком округе в районе села Журавского при раскопках археологи нашли захоронение из десяти могил. Одна из них детская. Захоронение относится к эпохе средней бронзы. Они датируются концом третьего, началом второго тысячелетия до нашей эры, сообщил в своем телеграм-канале глава округа Олег Безменов. Обнаруженные могилы окружены неглубоким ритуальным рвом, где был найден череп лошади. И это не случайно, так как развитие племен катакомбной культуры шло по пути перехода к кочевничеству, как к образу жизни, говорится в сообщении. На месте раскопок также найдены керамические предметы – глиняные кувшины с орнаментом, курильница украшенная и другие предметы. Все они будут переданы в археологический отдел Ставропольского государственного краеведческого музея-заповедника. Отмечается, что поводом для раскопок послужили обычные рабочие события. По закону, любой ресурсник, прежде чем проложить подземную линию, должен провести экспертизу, подтверждающую отсутствие на данном участке подземных ископаемых или археологических предметов. Так и начались раскопки. Правительство Республики Дагестан в Ставропольском крае, правление Культурного центра народов Дагестана в крае имени Гусаева и Совет Ассоциации ветеранов сил специального назначения на Ставрополье проводят совместные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Организации также проводят мероприятия по поддержке военнослужащих и членов их семей, а с началом специальной военной операции на Украине – моральной и материальной поддержке бойцов, выполняющих служебно-боевые задачи на полях сражений и военного противостояния. Масленичная неделя подходит к завершению. В этом году в Георгиевском городском округе скорректировали программу мероприятий, отказавшись от широких гуляний. Сегодня на площади развернется большой детский городок, где ребята вместе с родителями смогут посетить блинный, чайный, пряничный, медовый дворики, подворье рукодельников и мастеров, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, научиться расписывать пряники или деревянную посуду в старинных русских техниках. В Масленичном дворике пройдет конкурс масленичных кукол, рядом развернет свою работу кукольный театр. На сцене лучшие творческие коллективы округа представят зрителям большой патриотический концерт в поддержку наших бойцов, участников СВО, по окончании которого гости мероприятия станут свидетелями настоящей церемонии бракосочетания в старинных казачьих традициях. Вести Карачаево-Черкесия В Старобельский район Луганской Народной Республики из Карачаево-Черкесии направлена карета скорой помощи, отличная под спорь и в оказании медицинской помощи местным жителям. На прошлой неделе из Карачаево-Черкесии для школьников из Старобельска, который является центром освобожденных территорий, был отправлен набор современного учебного оборудования, состоящий из 16 комплектов компьютеров, интерактивной школьной доски, лазерного принтера, проектора и компьютерных столов со стульями. Карачаево-Черкесия и дальше будет активно помогать Старобельскому району включаться в реализацию государственных программ и приоритетных национальных проектов Российской Федерации, сообщил глава региона Рашид Тимрезов. Диктант на языках народов Карачаево-Черкесии, организованный в честь Международного дня родного языка, объединил более ста площадок. Центральной площадкой выступил Карачаево-Черкесский государственный университет. Была осуществлена прямая трансляция диктанта на другие площадки, расположенные на территории России и в странах, где проживают представители диаспор народов республики. Всего о своем участии заявило более ста площадок. Лицами Международного тотального диктанта на языках народов республики стали учителя, педагогический стаж, работы которых превышает 50 лет. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Азнаур Попшу выступил на первенстве России по самбо среди юниоров 18-20 лет и завоевал золотую медаль весовой категории до 88 килограммов. Спортсмен провел пять поединков и во всех одержал победы, а в финале взял верх над победителем первенства России и Европы по дзюдо Русланом Саменко. Теперь у него есть право представлять сборную России на предстоящем первенстве мира по самбо среди юниоров, которое пройдет в октябре. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зури Кавказа». Вести Кабардино-Балкария Школьники из Кабардино-Балкарии прошли в финал Всероссийской гуманитарной телеолимпиады «Умники и умницы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения и науки КБР. С 15 по 17 февраля в Москве состоялись съемки полуфинала, на котором Кабардино-Балкарию представили 11-классник гимназии номер 14 города Нальчика Марат Кучуков и ученица 11 класса средней школы номер 2 села 2 Чигем Дана Аллокаева. По итогам полуфинала Марат Кучуков и Дана Аллокаева прошли в финал, где они будут выступать в команде теоретиков. Съемки заключительной в этом сезоне программы намечены на начало апреля, а выпуски передачи выйдут в эфире Первого канала. Напомним, участники Всероссийской телеолимпиады «Умники и умницы» борются за главный приз – возможность поступить без экзаменов в один из самых престижных вузов России МГИМО. Жители селения Кахун Урванского района Кабардино-Балкарии собрали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Продукты питания, медицинские препараты, предметы первой необходимости, теплые вещи, а также письма школьников принесли в администрацию села, где открыли временный пункт приема гум-помощи. Сбор организовали представители рода Шевзуховых. В процессе подключились и другие жители населенного пункта. В итоге собрали около полтонны груза. В зону СВО его доставят в ближайшее время. В Кабардино-Балкарии в минувшем году органами службы занятости трудоустроено 1700 несовершеннолетних граждан. Об этом сообщается на портале правительства КБР. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет работали в свободное от учебы время. Трудоустройство подростков осуществляется на тех предприятиях и в организациях, где условия труда и виды работ соответствуют законодательству о труде. Рабочие места подбираются в зависимости от места жительства и оптимального режима труда. Добавим, органы службы занятости ежегодно информируют молодежь 9-11 классов о состоянии рынка труда и профессиях, пользующихся спросом в республике. Санят Азрокова специально для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Северная Осетия. В минувший вторник президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Как и ожидалось, оно стало особенным. Президент отметил, что выступает в сложное, рубежное для России время в период кардинальных перемен во всем мире, когда на каждом лежит колоссальная ответственность. Вместе со значимыми решениями от президента России звучали и слова благодарности тем, кто каждый день совершает беспримерные подвиги во имя Отечества, отдает долг Родине, рискует своей жизнью во имя победы. Эти люди и их родные заслуживают постоянного внимания и поддержки. Владимир Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших участников и ветеранов СВО. Комментируя послание президента, глава Северной Осетии Сергей Миняйло отметил, что слова главы государства только подтвердили правильность тех действий, которые сегодня организованы в республике. Это и поддержка действующих военнослужащих и добровольцев, которые с первого дня участвуют в специальной военной операции. И, конечно, тех, кто был призван защищать нашу Родину, когда была объявлена частичная мобилизация. Поэтому республика дальше будет только усиливать поддержку и делать ее адресной, чтобы все доходило до солдата, сержанта, офицера, которые сегодня на передовой выполняют поставленные задачи. В селении Комбелеевское пригородного района торжественно открыли мемориальную доску ветерану Георгию Шавлохову. Он прошел Великую Отечественную войну и вернулся в родное село, где более 20 лет проработал участковым уполномоченным полиции. Его героизм и отвага – пример для молодых военнослужащих. Имя ветерана Великой Отечественной войны увековечено в книге почета МВД СССР. Мемориальную доску открыли на фасаде отдела полиции, в котором четверть века работал Георгий Шавлохов. Отдать дань памяти ветерану пришли его коллеги, друзья и родственники. Высокогорное оселение Дарга взвойдет в список исторических поселений. Необходимые для этого документы уже готовы. Глава республики Сергей Миняйло поручил региональному министерству культуры проконтролировать решение вопроса, оказывая помощь администрации пригородного района. Получение нового статуса позволит не только сохранить историю, но и создать дополнительные рабочие места, развивать туризм, получать федеральное финансирование на содержание объекта. Напомним, ранее в перечень исторических поселений регионального значения вошло высокогорное оселение Нар. Зарема Джекаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия Микрилу Гуцериев передал в дар Ингушскому международному аэропорту «Магаз» имени героя России Сумбека Асканова амбулаторный автолифт, специализированный подъемник стоимостью 15 миллионов рублей, предназначенный для посадки в самолет и высадки из него маломобильных пассажиров. Своё желание оказать помощь в приобретении данного оборудования Микрилу Гуцериев озвучила в ходе встречи с главой Ингушетии Махмудаля Калематова, прошедшей в середине февраля в Магазе. В Ингушетии началась раздача более 6 тонн мяса малообеспеченным семьям. Благотворительная акция прошла 21 и 22 февраля в преддверии траурного мероприятия в память о жертвах депортации ингушского народа в Казахстане и Среднюю Азию в 1944 году. Помощь оказывают по поручению главы республики Махмудаля Калематова на средства Национального фонда развития Ингушетии. Распределением помощи занимаются муниципалитеты региона по спискам нуждающихся составляемым их администрациями совместно с имамами мечети. 22 единицы крупного аргатого скота доставят до адресатов различных населенных пунктов, семь из которых в пригородный район. Стоит отметить, что часть жертвенного мяса отправили в руководство мемориального кладбища Уазут-Кашимаш, где похоронено более 600 погибших в ходе конфликта в пригородном районе и городе Владикавказе. Они направят его семьям без вести пропавшим в те дни трагических событий. Завод по переработке грецкого ореха. Более 1 тысяч тонн в год начали строить в Ингушетии ООО «Ореховые сады». До конца этого года запустят первую очередь предприятия по глубокой переработке орехов в Сунжинском районе Ингушетии. Завидел местный инвестор, гендиректор, упомянутый компанией «Хамзат Медов». Инвестор отметил, что на полную мощность довода выйдет постепенно в течение пяти лет, в 2027 году. Там начнут производить ореховое масло, перерабатывать ореховую кожуру и ядро для кондитерских изделий. По его данным, проблем с сырьем не будет. Для этих целей предприятие увеличило площадь ореховых садов со 100 гектаров до 177 гектаров. В рамках инвестпроекта будет создана линия поколки, сушки и карамелизации орехового ядра, а также производство орехового масла, холодного джима. По мере повышения урожайности предполагается запустить и производство чурчхелы. Также при фабрике будет действовать холодильник мощностью хранения около 1000 тонн. В музее Чеченской Республики прошла чайно-творческая мастерская в рамках выставки «Десять тысяч лет счастья. Традиционное искусство Китая». Китайскую чайную церемонию для гостей провел единственный серебряный чайный мастер-паскафор Булат Бометкирьев, а художник Лайла Ясмирзаева представила творческий мастер-класс по росписи вееров и вазочек. Участникам китайской чайной церемонии рассказали о происхождении из сортах чая, а также как правильно его варить, почему традиционные чайные чашки такие маленькие, что произойдет, если выпить чай сразу после спора, какой чай дороже золота, сколько чашек чая можно выпить за одну церемонию и многое другое. Двое самбистов из Чеченской Республики стали победителями первенства России. В Свердловской области прошло первенство России по боевому самбо среди юниоров и юниорок. Три дня более 700 самбистов со всей России поройли за право представлять страну на первенствах Европы и мира. В весовой категории 58 кг турпол Хабибуллаев из Чеченской Республики стал чемпионом России, победив в финале Азамата Умаева из подмосковного Королева. Еще один спортсмен из региона Идрис Абдурашидов сдавоевал золотую медаль в категории 64 кг, сломив в решающем поединке сопротивление Сурима Мирзашафова из Рыбинска. Оба стали чемпионами в своих весовых категориях и выполнили норматив «Мастер спорта России». Ямала Арсанова для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан. 20 февраля в Махачкале в историческом парке «Россия. Моя история» прошел благотворительный стрим-марафон «Все для победы» с участием ГТРК «Дагестан», радиостанций «Страна гор», «Столица», «Прибой» и РГВК «Дагестан». В марафоне, организованном Народным фронтом, участвовали политики, военнослужащие, врачи, добровольцы и неравнодушные граждане. На средства, полученные в рамках радиомарафона, будут закуплены необходимые вещи, которые направят дагестанским бойцам, участникам специальной военной операции. В ходе рабочей поездки в Баку председатель правительства республики Абдул Муслим Абдул Муслимов встретился с заместителем премьер-министра Азербайджанской республики Шахином Мустафаевым. По итогам встречи подписан план мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном на период 2023-2025 годы. Особое внимание уделяется развитию торгово-экономического взаимодействия и активизации привлечений инвестиций. Также запланировано проведение мероприятий в рамках празднования столетия Расула Гамзатова в Азербайджане и столетия лидера Азербайджана Гейдара Алиева и памяти Азиза Алиева в Дагестане. Основа этноса и связь поколений. В Международный день родного языка 21 февраля в историческом парке «Россия. Моя история» состоялся открытый показ мультфильмов на родных языках Дагестана. С неповторимым языковым многообразием народов региона посетители парка знакомили известные анимационные персонажи. Дубляжи мультфильмов на аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском и лакском языках подготовила киностудия для детей Джигит ТВ. Бедернися Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». В эфире телеканала «В Кавказ 24» и «Ставрополь ТВ» прошел благотворительный телемарафон «Всё для победы» в поддержку участников специальной военной операции. Его инициатором выступило региональное отделение Народного фронта в Ставропольском крае. Во время эфира был организован сбор средств для земляков, которые принимают участие в специальной военной операции. Корреспондент ГТРК «Ставрополье» Дарья Юрьева с подробностями. Накануне губернатор Ставрополья Владимир Владимиров побывал в Херсонской области и встретился со ставропольцами, участниками специальной военной операции. Он пообщался с земляками, поздравил их с предстоящим Днём Защитника Отечества и вручил отличившимся воинам боевые награды. Ставропольцы привезли бойцам оборудование и вещи, необходимые для службы. Всего больше 60 тонн груза. Все это помощь неравнодушных, подчеркнул губернатор края. Сегодня народ и армия едины. Идет народная, народная поддержка армии. Всех призываю поддержать этот марафон. Армия нуждается даже не в материальное, а в ощущении того, что люди и армия едины. Люди поддерживают армию, поддерживают нашего президента. Из Ставропольца от всей души поддерживают своих земляков. Конвой с гуманитарной помощью отправляются буквально каждую неделю. Здесь тёплая одежда. Всё, что мы показывали, закупали. Костюмы горка, тёплые носки, тельки, роуты, тонометры измерения артериального давления, дождевики, все медикаменты. И всё, что было собрано, мы передаём, формируем и передаём напрямую. Бойцы чувствуют искреннюю теплоту и поддержку и, в свою очередь, говорят, как для них это важно. Благодарим вас от всего коллектива. От всей батареи. Спасибо. Акцию «Всё для победы» Народный фронт запустил 9 месяцев назад. В первые три месяца в фонд поступило 3 миллиарда рублей. Это беспрецедентная сумма за такой короткий срок. Говорит руководитель регионального исполкома Ставропольского отделения Народного фронта Ольга Гладких. Ставрополье, конечно, тоже активно включилось в эту акцию. В первый же день начала спецоперации в региональный исполком стали поступать звонки с вопросом, как можно помочь, куда принести помощь. И люди пошли, стали приносить, перевозить, всё, чем хотели поделиться. И первая машина с гуманитарной помощью от Народного фронта ушла спустя неделю. Несут все и всё, что может понадобиться на передовой и в солдатском быту. Ну а накануне праздника нашим защитникам отправят гитары и сладкое. Конечно, вещи тёплые сейчас актуальны. Часто очень приносят письма детские, такие сложные, знаете, как конвертики солдатские. Вот это тоже очень важно для солдат. Вы знаете, все хотят порадовать сладким бойцов. Поэтому это банки варенья, это печенье, это мёд. Председатель регионального отделения ДСАА в гвардии полковник Юрий Гришко с гордостью сообщил, что ставропольцы героически воюют на передовой во всех родах войск. Со Ставропольского края уже четыре героя Российской Федерации. А кто эти парни? Это буквально те, которые ещё недавно вчера ходили в школу. Настоящие мужчины, вот как наши мальчишки ставропольские, они в состоянии переломить себе этот страх, и люди выполняют боевые задачи. Вот помимо четверых героев Российской Федерации, уже, наверное, сотни наших ставропольских мальчишек отмечены государственными наградами. Это и ордена мужества, и медали за отвагу. Ну вот, поверьте мне, очень много. На прямую связь с участниками марафона вышла из Москвы и депутат Государственной Думы России Ольга Тимофеева. Ставрополье ещё год назад стало первым регионом, которое ввело дополнительные меры поддержки, пока ещё даже не было федеральных. Что весь этот год делали мы? На самом деле, работая с колёс, мы принимали законы о статусе ветеранов боевых действий, что было крайне важно. Для большой армии людей, которые находятся сегодня там и выполняют задачи, определили правовой статус добровольцев, запретили взыскивать деньги, дали возможности семье получать весь тот объём социальной помощи, который сегодня есть для семей, действующих сегодня военнослужащих. К проекту «Всё для победы» подключилась вся страна. Сегодня во время телемарафона Ставрополье собрало около 400 тысяч рублей за два часа эфира для бойцов-участников специальной военной операции. Поддержать земляков можно и вне марафона на сайте акции «Всё для победы» Народного фронта. Радиожурнал «Зори Кавказа» Представители регионального исполкома Народного фронта, общественники, жители республики, волонтёры, звёзды эстрады стали участниками трёхчасового радиомарафона «Всё для победы» в Северной Осетии. По телефону к акции присоединился известный актёр Суслан Фидаров. Все участники радиомарафона оказывают помощь бойцам в зоне проведения СВО, а многие не раз выезжали на позиции, отвозили гуманитарный груз. В эфире прозвучали патриотические песни в исполнении всеми любимых артистов, а также поздравления защитникам Отечества и тексты писем поддержки, которые школьники отправляют на фронт. За время трёхчасового радиомарафона было собрано порядка 189 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на закупку всего необходимого бойцам в зоне спецоперации. Марафон прошёл по инициативе Народного фронта. Вместе с ведущими радио «Алания» эфир вёл военкор, специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий Мамсуров. Позывной к Санти. Я вернулся вчера как раз-таки после доставки Народным фронтом очередного груза. Ребята приезжают уже к нам ни первый, ни второй, даже не пятый раз и доезжают гораздо глубже, чем обычные сотрудники гуманитарных миссий. Они приезжают прямо в расположение ребят наших батальонов «Алания» и «Осетия». Приезжают и на некоторые передовые позиции к мобилизованным ребятам, вплоть до третьих и четвёртых линий. И оценить мужество, то есть именно наших осетинских гуманитарщиков, это на самом деле очень важно, они большие молодцы. Меня впечатляют наши ребята. Я последние несколько месяцев слышу такие истории, которые меня до глубины души трогают. И постараюсь их рассказывать, но именно мужество наших парней, которые они сейчас проявляют, это самое необыкновенное, что я вижу там в ходе своей работы сейчас. Когда началась специальная военная операция, я работал специальным корреспондентом на телеканале «Звезда» и начал свою работу в зоне специальной военной операции практически через несколько недель после её начала. И считал, внутренне считал, что одного сына от семьи Мамсуровых, вот нашей, достаточно на фронте и младший должен находиться дома с родителями. Ну так вот, так шло, я работал, я это понимал. Но, к сожалению, ситуация изменилась и прошла мобилизация в нашей стране. Понадобилась помощь и помощь обычных ребят, некадровых военнослужащих. И пришла повестка и моему брату. У меня была бронь, как у сотрудника канала Министерства обороны, да, тем более я работал в зоне специальной военной операции. А брат, как сержант первой категории после срочной службы. Мы ждали эту повестку, мы знали. Просто не думали, что это так быстро произойдёт. И, получив эту повестку, мы на семейном совете приняли решение идти добровольцами. Да, это, так скажем, какие-то потери в плане выплат от Министерства обороны, какие-то преференции. Мы все знаем, что добровольцы сейчас до сих пор в нормативные положения не выработаны. Да, статус неопределён. Хотя проблем больших мы на фронте от этого не испытываем. К чести наших руководителей будет сказано. И мы решили идти добровольцами именно в наши национальные батальоны, Алания и Осетия. Потому что я знал, кто командующий этих батальонов Сергей Иванович Миняйло. Я знал, к какому командиру я иду. А там, на войне, зачастую твоя жизнь, она напрямую зависит от твоего командира. И от тебя мало что зависит зачастую. И как судьба распорядится, какой командир у тебя будет, так и случится. Мы попали, наверное, в самое, ну как сказать, нельзя сказать лучшее место. Но место, которое оказалось, вот мы попали на своё место, я считаю. Я стал заниматься освещением именно наших ребят осетин. Тем более, что их просто огромное количество. Не только в этих двух батальонах. Я в ходе работы проехал от Луганска до Херсона. И на моей машине номера южно-осетинские. То есть флаг наш. И в каждом подразделении, в каждой точке ко мне один осетин выходил. Из любого подразделения, будь то, я уже не говорю про 58-ю армию, это и подразделения из Центральной России, это и специальные подразделения, это и спецназ, и ВДВ. То есть везде служат наши ребята. Все носят с гордостью флаг наших республик. И они себя называют осетинами. Ну и, как сказал Владимир Владимирович, я осетин, я русский. Поэтому сейчас эти границы, конечно, национальности стёрлись совершенно. Впрочем, так было и в годы Великой Отечественной войны. Мы все объединились, и все мы заодно, за мир на нашей планете, на нашей земле, в нашей стране. Радиожурнал «Зори Кавказа». На аллее Героев, парке культуры и отдыха «Зелёный остров», Черкеска, состоялось открытие бюста Героя России, генерал-майора Вооружённых сил Российской Федерации, военного лётчика Канамата Боташева. Подробности в материале корреспондента ГТРК «Карачаева-Черкесия» Рухины Ковалёвой. На митинге в честь открытия памятника присутствовали представители органов госвласти, мэрии республиканской столицы, общественных организаций, юно-армейцы, почётный караул и жители Черкеска. Митинг начался с гимнов Российской Федерации и Карачаева-Черкесской Республики. Канамат Боташев был громадным командиром, лётчиком-асом и просто замечательным человеком, чьим призванием было небо. Имея за плечами огромный боевой опыт и лётное мастерство, будучи настоящим патриотом России и защитником Отечества, он не смог остаться в стороне и по зову сердца принял решение продолжить военную службу на Донбассе. Он выполнил свою последнюю боевую задачу, отдав жизнь за мир и спокойствие. О его героическом поступке напомнил присутствующим первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии Марат Хубиев. 22 мая в 2022 году в районе города Попасное генерал-майор авиации с позывным Канамат услышал по рации, что штурмовая группа наших войск попала в окружение. Ребята просили поддержку. Все понимали, что для того, кто решится им помочь, это будет последний вылет в жизни. Канамат Хусевич не мешкал ни минуты. Он атаковал позиции врага, вызвал товарищей и погиб. Вражеская ракета попала прямо в носовую часть самолёта. «Ты можешь быть кем угодно – моряком, дворником, лётчиком, такелажником, но ты должен быть лучшим!» Такими словами наставлял его отец Хусей Ильясович, когда он сообщил ему о том, что он поступил в Ельское высшее военно-авиационное училище лётчиков имени Комарова. Он действительно был лучшим. И не зря командиры говорили про него. У Баташева есть то, чему можно научиться только от Бога. С 2012 года генерал Баташев работал заместителем председателя ДСАФ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Передавал подрастающему поколению свои знания, ценный опыт и любовь к родной земле. Бывших лётчиков-снайперов не бывает. И когда на Донбассе началась спецоперация, Канамат Хусевич не просто подтвердил своё призвание, но и спас жизни десятков российских бойцов. Об этом на митинге говорила заместитель председателя Народного собрания Карачаева-Черкесии Фатима Асланукова. Имя Канамата Хусевича Баташева сейчас увековечено в памятниках, в наименованиях улиц и площадей Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ленинградской области. И мы знаем, что пройдут годы, и оно будет вновь запечатлеваться в книгах и фильмах, песнях и легендах, оставляя глубокий след в сердцах и памяти благодарных современников и потомков. Хотя он более 10 лет уже не летал на военном самолёте, а занимался работой в ДОСАФе, с началом СВО Баташев добровольно оказался в первых рядах истребителей, успешно выполнял боевые задачи, поразил около 200 военных объектов противника и 400 боевиков ВСУ. Министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Альберт Кумуков отметил, что Канамат Баташев внёс значимый вклад в выполнение задач, поставленных перед вооружёнными силами нашей страны. Наша задача с вами, уважаемые земляки, помнить о таких людях. Он был первым генераром авиации в современности. И сейчас мы, молодое поколение, жители Карачаева-Черкесии, преклоняем Калине перед ним, перед его подвигом. Вечная память нашему герою. Мэр черкеска Алексей Баскаев в ходе митинга подчеркнул, что подвиг Канамата Баташева – это поступок настоящего воина, мужчины-патриота. А его профессионализм – пример для военных лётчиков страны и тех, кто защищает интересы нашего государства сегодня. Это второй памятник нашему отважному земляку в республиканской столице. В мае прошлого года генерал-майор Канамат Хусеевич Баташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом. Он пожертвовал своей жизнью, спасая товарищей, без раздумий приняв удар на себя. Канамат Баташев наряду с нашими отважными бойцами является примером для подрастающего поколения, как надо защищать интересы России, выполнять свой воинский и патриотический долг. Родной брат Канамата Баташева, выступая перед собравшимися, пожелал силы духа бойцам, находящимся сейчас на Донбассе, терпения и выдержки родным и близким, и скорейшего наступления Дня Победы над неонацистами. Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов и венков по стаменту бюста Героя России. Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание для оказания помощи беженцам из Донецка и Луганска с подробностями корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Глава КБР Казбек Коков принял участие в закладке нового здания отдела МВД России по Эльбрусскому району пожелал достойно нести службу, главная цель которой – обеспечение безопасности жителей и гостей КБР. Я хочу прежде всего выразить слова благодарности личному составу МВД КБР за добросовестную службу. Несмотря на сложности времени, вы всегда с честью и достоинством несете службу. Спасибо вам. Для достойного несения службы всегда необходимы и материально-техническое обеспечение, и обеспечение социальной инфраструктурой для сотрудников МВД. И здесь я хотел бы выразить слова ослобой благодарности министру Российской Федерации за его постоянное внимание в решении вопросов материально-технического обеспечения, в решении вопросов жилищных для сотрудников правоохранительной системы. Отдельно я хочу сказать спасибо и министру внутренних дел Кабардино-Балкарской республики за то внимание, которое он уделяет данным вопросам. Вы знаете, в Кабардино-Балкарской республике за последнее время только введены два объекта отделений внутренних дел по муниципальным образованиям, которые выполнены на достойном уровне с очень серьезной инфраструктурой. Строительство нового объекта будет очередным стимулом для выполнения поставленных задач. Я уверен, что данный объект будет олицетворением нового этапа развития города Тернауза, Эльбрусского района. Министр внутренних дел по региону Василий Павлов проинформировал о планах по строительству объекта. Нам удалось получить поддержку со стороны руководства МВТ России и запланировать строительство нового современного здания, отвечающего всем требованиям для успешного выполнения поставленных задач. Также здесь нас поддержало руководство республики, выделив большую площадку в городе Тернаузе. На указанной цели из федерального бюджета выделены средства в размере более 700 миллионов рублей. Мы планируем построить четырехэтажное административное здание, отдельно стоящее здание спортивного зала, тира, актового зала, гаража, здание для кинологической службы, а также такие сооружения, как полоса препятствий для тренировки личного состава и другие необходимые объекты. Здесь будут созданы условия для оборудования 187 сотрудников и рабочих мест. Комплекс зданий будет соответствовать всем современным требованиям, оснащенным необходимым оборудованием и мебелью. Для получения государственных услуг населению будет обеспечен безбарьерный доступ, в том числе и для маломобильных групп населения. Добавим, на реализацию проекта из федерального бюджета выделено более 700 миллионов рублей. Строительство рассчитано на три года, объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Ключевым мероприятием программы рабочего визита делегации Минэкономразвития России в Ингушетию стало совещание с членами правительства, посвященное вопросам социально-экономического развития республики. Участники встречи обсудили повышение платежной дисциплины за энергоресурсы, реализацию региональной программы устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Корреспондент ГТРК Ингушетия Ибрахим Цуроев подробнее. Первый пункт повестки совещания по вопросам социально-экономического развития о развитии энергетики и жилищно-коммунального комплекса. Речь и о выводе предприятий из разряда убыточных. Для Ингушетии в рамках пилотного проекта правительства формируется модель выхода предприятий ЖКХ на устойчивый курс сбалансированной работы. Не первый год эта проблема по ряду причин не находит решения. Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. В то время организации процесса это один вопрос. Требуется там верификация всех оппонентов, всех подключений, потому что и воровство, и, соответственно, технологические проблемы неэффективны. Это как бы одна страна медаль, а другая это те тарифные решения, которые есть и приняты. Они, собственно, не могут обеспечить выручку этих предприятий. Все равно идет там вопрос инвентаризации этого имущества, ряд там юридических нюансов, которые требуют решения. В прошлом году, собственно, деньги на ротацию, которые были выделены, были не использованы. Мы их вернули в бюджет, и надеемся, что вот по окончании первого квартала, с первого апреля, у нас удастся запустить этот процесс. Параллельно с этим необходимо обеспечить и качественную поставку ресурсов для модернизации водоснабжения при поддержке Минэкономразвития в Ингушетии реализуются две программы. Владимир Сластенин, исполняющий обязанности главы республики Ингушетия. Первая программа – это водостроительство водозабора Асинского. И второе – мы модернизируем Альциевский водозабор и часть ведем монтажа новых труб, чтобы воду подать до Молгобека. О повышении платежной дисциплины и качестве сети участники совещания в Магасе говорили и с представителями Россети Северного Кавказа, используя возможности ВКС. Основными докладчиками по второму пункту повестки о реализации прорывного проекта ВТРК Арымхи выступили председатель Комтуризма Беслан Мизиев и гендиректор АО Кавказ.РФ Андрей Юмшанов. Концепция есть, на самом деле, и концепция очень серьезная, то, что этот курорт может быть не просто хорошим проектом, но в том числе действительно серьезной точкой притяжения, как туристов, как в целом потоков, инвестиционных потоков для республики, очень важным для экономики республики, для Северного Кавказа. Ни у кого не вызывают сомнений, и вот сегодняшнее совещание, которое мы проводили, ставило перед собой задачу, в том числе, прийти к каким-то конкретным решениям, когда мы все-таки начнем реализовывать эти планы. Планы действительно серьезные. С совещанием рабочая поездка Сергея Назарова не закончилась, из правительства республики делегация отправилась на встречу с бизнес-сообществом. Радиожурнал Зори Кавказа. В Дагестане, в городе Каспийск, открыли Центр социальной помощи, адаптации и реабилитации детей. Он рассчитан на 600 детей в год в возрасте от 1 года до 18 лет. Это единственное подобное учреждение в Северокавказском федеральном округе, в котором восстанавливают полноту движений детей-инвалидов с помощью современных роботизированных технологий. Процедуры в Центре проводятся бесплатно. Учреждение создано при финансовой поддержке сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Глава региона Сергей Меликов поблагодарил Керимова за подаренный республике Центр и постоянную поддержку региональных инициатив. Репортаж корреспондента ГТРК «Дагестан» «Хоти мы, не средавай». Маленький Мухаммад чувствует невесомость. Он впервые делает шаги. Пока с помощью робота это инновационный комплекс Волгбот южнокорейского производства уникального действия для детей с ДЦП. Он моделирует и воспроизводит естественную человеческую походку. В Дагестане оборудования подобного уровня еще не было. Новый Центр социальной помощи, реабилитации и адаптации первый в регионе и в СКФО. Работа Центра будет основана на принципе мультидисциплинарной работы. Обсуждает индивидуально каждого ребенка общей комиссии и обозначает какие мы будем выполнять цели и задачи. Сейчас в Центре более 20 специалистов. Это ортопеды, логопеды, физиотерапевты, массажисты из Санкт-Петербурга. Прибыли специалисты, которые обучают и помогают работать с инновационным оборудованием. Вот юную пациентку в специальном костюме с электродами, который имеет лечебный эффект, аккуратно закрепляют на вертикализаторе. В данном костюмчике не обязательно. Значит, она должна заниматься физическим упражнением. Она может просто лежать, спать, отдыхать, играться. И от этого, значит, в среднем это занимает 60 минут. Никакого дискомфорта, только удобство. Так, на вертикализаторе девочка может заниматься своим хобби. Суайба 9 лет. Несколько раз в год Диана возила дочку в Москву, Петербург и другие города страны для лечения и реабилитации. У девочки тяжелая форма ДЦП. Теперь такая необходимость отпала. Нам даже говорили, что она ходить не будет. То есть она уже ходит. Давно слышала об этом и ждала. Я очень благодарна всем организаторам, что не выезжая из республики я могу получать все лечение, все, что нужно нам, так как нам очень важен был лакомат и он у нас уже есть в республике. И не выезжая я уже буду получать все, что нужно. Таких родителей, как Диана, которые ожидали открытия центра, сотни по всей республике принять смогут всех. В год реабилитацию здесь пройдут до 600 детей. Проект реализуется при финансовой поддержке Сулеймана Керимова. Глава республики пообщался с маленькими пациентами, их родителями, а на прощание оставил след ладони на доске друзья центра. Курс лечения в клинике до двух недель. Процедуры бесплатные. В ближайшее время планируется создание подобного центра в Дербенте для обеспечения доступности реабилитационной помощи детям из населенных пунктов Южного Дагестана. Радиожурнал Зори Кавказа. Книжный фон Национальной библиотеки Чеченской Республики пополнился литературой крымских авторов. Рассказывает корреспондент ГТРК о войнах Асламбек Атуев. В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура Малой Родины» секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов передал в дар Национальной библиотеки Чеченской Республики имени Абузара Эдамирова около 150 книг и журналов крымских авторов. Акция стала доброй традицией. Ранее Крымское отделение партии пополнило Книжный фонд Национальной библиотеки Чеченской Республики. Благодаря такому обмену наши люди больше узнают о делах и чаяниях жителей Крыма, говорит директор Национальной библиотеки Чеченской Республики Сацита Исраилова. Эти книги будут интересны сегодня и тем, кто интересуется не только историей Крыма, а вообще интересуется историей России. Поскольку сегодня у нас нет другой возможности изучить историю другого региона, как только через книги, то вы понимаете, насколько эти книги сегодня ценны. Они очень значимы, они еще нужны. Письме председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову Владимир Константинов отметил, что уникальные бесценные книги, передающие из поколения в поколение нетленные духовные ценности, повествуют об истории народа и его национальных культурных музыкальных традициях. Во оформлении эти книги очень красивые, они очень уникальные и очень радуют, что те книги, изданные достаточно серьезными издателями, это и Академия наук, это институты, университеты, это профессорские, педагогические составы являются автором этих нескольких книг. То есть, это говорит о том, что издатели, которые выпускали эти уникальные книги, это были не однодневки книги, это не были книги как-то для разового чтения, эти были книги для серьезного, вдумчивого и рассудительного читателя. С большим удовольствием выполняю приятную миссию, ставшую доброй традицией, передаю дар Национальной библиотеки Ченской республики книги, изданные в Республике Крым, отметил Константинов. В свою очередь, Магомед Даудов поблагодарил лица Владимира Константинова, партийцев Крымского отделения партии, отметив важность взаимодействия региона в России в деле укрепления добрососедских отношений. Радиожурнал Зори Кавказа Очередной выпуск радиожурнала Зори Кавказа подошел к концу с пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне Патроногор с вами и над солнечным Дагестаном как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. Прибрусье огромных и сердце Чечни призывает назад добра и мира вам. Радио Ингушетия Высокогорный юг и Роми Карачаево-Черкесия Край горных вершин и Медового Примите наш привет в эфире Таврополья. Радиожурнал Зори Кавказа Мы собираем всех вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова